всем доброе утро сегодня у нас пятница 20 сентября хочу вам показать количество дров заготовлено на зиму отапливать дома или один дом или несколько ноцених такие дома трехэтажные отапливается не газом дровами латвии очень много леса и вот таким образом обновляют лес чистят его там еще дальше так мне нужно снова по делам на почту отправить кое-какие документы по почте и потом я пойду в топ магазин куплю себе что-нибудь здорово каких-то продуктов помогу родителям хочу убрать квартире пока не на работе пожарю котлетки соберу вещи и завтра я уже поезжаю сначала я доеду до лепой вернее папа отвезет завтра не работает выходной отвезет слепая я купила билет 9 евро 899 до риги и среди до киева тоже куплен билет кстати билеты подорожали были три тысячи теперь три 600 уже вот спасибо хочу сказать вам зрители за то что смотрите это что комментируете есть очень очень приятные комментарии спасибо всех вижу всех отмечаю сердечко мне очень приятно спасибо кстати в киеве написали в группах очень загрязнен воздух на самом первом месте по миру самый грязный киев сейчас там очень сильные пожары и лёша мне написал что сильно воняет гарью с утра прям так что поменьше выходите на улицу если есть такая возможность отсидеть из дома как-то так ребятки как-то так так а я здесь наверное перейду дорожку по пешеходному переходу тут тоже видите такие же велосипеды шикарные петуни и вот почта мне нужно сюда так не знаю что вот это написаны два слова но с 11 до 11 30 не будет работать перерыва не на какой-то вообще рабочий день 7 утра до 2 суббота воскресенье не работает да не буду тратить время пойду в топ сначала схожу а потом вернусь сюда я так думаю это будет правильным решением потому что у меня еще дома много всяких дел мне еще надо джинсы кстати сони подшить мы купили ей вчера нет позавчера джинсы я их хочу подшить они немножко длинноватые на нее вот конечно где то есть профессиональный подшив я попробую сама как у меня получится если что переделают уже у профессионалов отрезать не буду просто подошли так надо какую-то штучку дрючку взять вот такую возьму кстати тут вот видите есть икра отрезки и икорка с лососем это наша продукция ну цена конечно высокая у нас большая банка с пусть интограмм стоит столько же так что мне нужно взять мне нужен какой-то сыр с собой в дорогу вот такой акции как раз возьму вот эти классные сырки в шоколаде можно тоже взять орехи так это с лимоном с лимоном с лимоном тоже вкусно с мармеладками тоже очень вкусно и с бананом возьму 4 вида так йогурт и кефир это ничего не надо соусы хлеб не надо хлеба у нас много вот эти очень вкусные вафли кстати шоколадные с клюквой ванильные я наверно лёша возьми такие вафельки всё чтоб сходило письмо отправила заказное письмо стоит 3 евро 42 цента ни много ни мало но так нормально не знаю сколько у нас заказное письмо стоит наверно дешевле обозначено вообще лучше не сравнивать лучше не переводить евро в гривны гривны в евро потому что совсем другие зарплаты совсем другой уровень жизни отличается очень сильно поэтому для них это нормальная уже цена хотя я разговаривала с местными жителями они говорят что когда они вступили в евросоюз конечно было им очень сложно перестроиться на новые цены налоги коммуналка уже привыкли говорить что уже привыкли да наш человек ко всему привыкает так что вот так здесь соблюдаются законы здесь можно доказать свою правоту и здесь человек сто раз подумает прежде чем нарушить этот закон а у нас все покупается и все продается вот это главное отличие нас от европейцев чисто там опять же говоришь и люди оставляют велосипеды под домами вот я сейчас вам покажу и никто даже мыслях не будет у кого-то что-то взять чужое пожалуйста возле дома стоят велосипеды и вон детский велосипед по 10 и тут даже квартиры могут не закрывать понимаете в своих домах заборы отсутствует либо они по колено чисто для эстетики но я уже по моему об этом говорил вот пожалуйста тоже велосипеды стоит люди улыбаются люди добродушные всегда подскажут помогут мы с соней обращались в лепой прохожим желательно конечно такого возраста за 50 пожилым потому что молодые не все понимают русский язык молодежь и дети практически не знают русского языка уже потому что он отсутствует в школах для изучения вот а пожилые люди с удовольствием общаются на русском языке и помогают найти дорогу объяснить что где находится вы только что на почте мы мило побеседовали на ее ломаном русском языке но я ее прекрасно поняла и в конце сказала пол без итак полы помыла вене по пылесосе а сначала робот пылесос поездил полы помыла теперь время готовить котлеты у меня свиноговяжий фарш и я добавила сюда на мясорубки измельчила чеснок лук и кабачок это зелененькая попадается а кабачок затем добавила приправки вот такую приправу добавила обязательно черный перчик сухой укропчик и чеснок сухой вот если такой такой чесночок добавила все буду формировать котлетки и обжаривать забыла ребята вам показать мамонные фиалочки уже при вспышке покажу вам уже поздно свете какая красота мама вырастила их все самостоятельно как они не даже переливаются переливаются посмотрите какая красота блеск какой и эти тоже волшебные просто волшебные класс и на балконе у мамы много цветов так и вот вот тут красота какая название не знаю уверена что вы напишите в комментариях и вот такой цветочек такой вот 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 В общем, ребятки, красота! Чемодан собран, везу снова вкусный хлебушек из Латвии, Леша вкусняшкин, потом приеду домой, сделаю распаковку. Я буду с вами прощаться, не хочется уезжать, честно скажу вам, но нужно соскучивать за Лешей. Хочу к животным, к мужу, поэтому нужно въехать в Киев. Сегодня много всяких дел переделала, устала, скажу честно. Поэтому нужно отдыхать. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok